Всем привет, с вами Дима Ферумлайв и сегодня мы будем говорить о ZOOC EDGE. Этот аппарат мы еще хотели взять на тест зимой этого или прошлого года, но денег на покупку у нас не было, никто нам его дать на поиграться не хотел, и поэтому как-то наши дороги разошлись. Теперь же его заказал наш зритель по бесплатному посреднику. Аппарат к нам приехал, я буквально пару дней с ним пообщался, и сейчас буду рассказывать, чего я о нем думаю. И сначала я расскажу о вот этой вот штуке, как вы видите, это защитный чехол, но юмор в том, что он как бы фирменный. Вот вы видите логотип ZOOC, он поставляется в комплекте, аппарат сразу в нем лежал в коробке, это очень круто на самом-то деле, потому что девайс достаточно нежный сам по себе, и хорошо, что ребята из Lenovo защитили его таким вот образом. На лицевой панели у нас, я не уверен, что вам это видно, но наклеена пленка, она типа как транспортировочная, но вот этот вот маленький язычок, за который обычно пленка снимается, он в данном случае легко отламывался, это специально так сделано, и таким образом транспортировочная пленка становится у нас защитной, это тоже хорошо. Помимо этого всего, в комплекте у нас была, естественно, шпилька, USB Type-C кабель, зарядник на 2,5 А, в принципе, ничего суперудивительного. Переходим к самому аппарату, начну с того, что покажу лицевую панель, и сфокусируюсь на ней, естественно, у нас он типа как безрамочный. И на самом-то деле, вот эта вот его безрамочность, это самая грамотная безрамочность, которую я видел в своей жизни, потому что в последнее время безрамочные смартфоны, например, от Samsung или LG, они используют эту фишку, как я считаю, неграмотно, потому что, да, у нас едва ли заметны рамки по краям экрана, но при этом сам дисплей у нас теперь вытянутый, и в итоге аппарат, который должен был бы становиться эргономичным из-за того, что у нас по краям дисплея отступы минимальные, он таким не является, потому что он сохраняет довольно большие габариты при условно какой-то фишке в лице безрамочного дисплея. Здесь же у нас 5,5 дюйма, о чем мы поговорим позже, но девайс ощущается в руке как приблизительно чуть более распухший 5-дюймовый аппарат, то есть не сильно перехватывая его в руке, можно дотянуться до верхней грани, естественно, легко дотянуться до нижней, и при этом у нас имеется большой дисплей, который имеет, естественно, все прелести больших экранов, то есть удобный просмотр фильмов, удобный геймплей, просмотр картинок, и все вот в этом духе. Чуть детальнее поговорим о корпусе, справа у нас кнопка питания с приятной фактурой, качелька регулировки громкости, слева лоток под две сим-карты, сверху дополнительный микрофон, снизу мультимедийный динамик, Type-C-Port, основной микрофон и, ура, мини-джек. Рамка у нас полностью алюминиевая, но она, я так понимаю, каркасом не является, это скорее декоративный элемент, потому что между рамкой и стеклом имеется у нас пластиковый такой слой, я бы его так назвал, и скорее всего он является несущим каким-то. В любом случае есть подозрение, что алюминий здесь используется исключительно для декорации внешности и не более чем. Сзади у нас камера, вспышка, многофункциональный датчик, который используется в приложении U-Health, но оно не очень адекватно работает на кастомных прошивках на базе стока и я не уверен, что вообще им кто-то супер активно пользуется. По дизигну у нас что-то среднее между ZOOG Z2 Pro и ZOOG Z2, потому что сзади стекло, спереди стекло, алюминий тонированный под золото по бокам, но при этом задник у нас плоский, такой как в ZOOG Z2, а не такой как в Pro. Тогда как все остальные материалы и технологии, они скорее слизаны или переняты от ZOOG Z2 Pro. Вот как-то так. На лицевой панели, помимо экрана, о котором я уже говорил, у нас находится фронтальная камера, разговорные динамики, здесь же у нас живут датчики. Они объединены вот в этой всей полоске и у нас нету кучи черных точек, которые, если честно, во многих смартфонах, особенно белых, безумно раздражают, когда это все дело сверху присутствует, рассыпь каких-то датчиков и всего остального. Здесь этого нет, достаточно изящно сделаны. Если я не ошибаюсь, то ZOOG это первый бренд, который применил такую вот тему в своих аппаратах. Кнопка, которая у нас живет под экраном, она чисто сенсорная, она просто нарисованная, то есть в ней нету никакой механической составляющей. Во-первых, в ней у нас имеется сканер отпечатков пальцев. Он работает очень шустро, то есть вы видите, я касаюсь буквально на мгновение, у нас все срабатывает. Анимация не безумно шустрая, поэтому есть небольшая задержка, но сканер очень быстрый. Также у нас в нем заложены некоторые дополнительные функции, например, кнопка назад. Если мы просто нажимаем, это у нас назад, если мы зажимаем, это у нас домой. Такой листание в сторону открывает у нас меню последних запущенных, как вы видите, много чего здесь висит. И если я ничего не путаю, то да, в другую сторону свайп у нас тоже, то же самое меню у нас открывает. В принципе, это единственная кнопка, которая здесь присутствует, но для любителей у нас вот здесь есть настройки U-Touch. Где же они? Почему я их не вижу? Вот, можно включить попсовые андроидовские кнопки, которые отображаются на экране. То есть, если вас бесит вот эта вот фишка этой клавиши, то вы можете как бы включить стандартные, привычные для вас кнопочки, и они будут отображаться на дисплее. В принципе, по кнопке все. Переходим к экрану непосредственно. Как я уже говорил, 5,5 дюймов, Full HD, IPS. Вот вам, пожалуйста, максимальная яркость. Не очень она высокая. Будем честными, да. Вот, минимум. А вот минимум очень даже ничего. Не знаю, как вы, я сейчас пыль на экране вижу лучше, чем изображение, которое отрисовывается. Но я могу оправдать этот дисплей тем, что я сегодня делал примеры фотографий, вы увидите позже. Да, погода была пасмурная, но очень часто солнышко чуть-чуть из этих размазанных туч, оно вылазило и светило на дисплее. Даже в эти моменты картинку я читал очень хорошо. Ну и сейчас освещение у нас в студии не самое нежное. И, в принципе, экран, как вы видите, читается достаточно прекрасно. В принципе, по дисплею почти все. Единственное, чего я не сказал, это цветопередача. Она у нас нейтральная. По балансу белого так точно. Белый, реально белый. Он не синий, он не желтый. Он ближе где-то к середине находится. Отображение цветов, как вы видите, ни красный, ни синий, ни зеленый. Он глаза не выедает. То есть цветопередача, она более-менее у нас спокойная. Давайте чуть потише сделаем дисплейчик. Перейдем в настройки. Я сказал. И откроем меню настройки экрана. Здесь у нас есть вот пункт Color. Можно сделать более теплым, можно сделать холодным экран. Ну и, естественно, у нас имеется режим чтения, который снижает нагрузку на глаза. Это уже попса абсолютная. Она присутствует в прошивках, наверное, всех абсолютно производителей смартфонов. Эта фишка уже есть везде. И теперь мы будем говорить о производительности и автономности. Начнем, наверное, с автономности. Потому что именно этот скрин попался на глаза первый. Почти 5 часов гонял девайс PCMark на максимальной яркости. По факту, если сильно не налегать на какие-то ресурсоемкие задачи, вроде игры или синтетики, то полтора дня из этого аппарата выжать можно без проблем. Ну а так, если вы и поиграть любите, и, в принципе, звоните очень часто, то я думаю, что на день его хватать будет. Во всяком случае, быстрее, чем за день. Он у меня не разряжался, хотя тестил я его достаточно активно. Дальше идем к производительности. Antutu очень неплохие баллы. Geekbench 4 тест процессора, сингл-кор, мульти-кор. Тест графики от того же Geekbench. Это у нас PCMark уже Performance, как вы видите. Вот здесь 5192 попугая. И уже тесты графики 3DMark. Самые 4 тяжелые теста я прогнал, можете наслаждаться. Аппарат у нас базируется на 821-м снэпе. Есть две модификации, 4,64 и 6,64. У нас 4,64, то есть более младшая модель. Почему нету 6,128, особенно в ключе того, что у нас не расширяется память, я не знаю. Но я думаю, что, в принципе, и 64 гигов большинству людей будет достаточно. Поэтому сильно большой проблемы в этом нет. И, как бы, по производительности, чего я могу сказать, у аппарата нету никаких абсолютно проблем. Ни с бытовыми задачами, ни с легкими игрушками. И, что не менее важно, даже тяжелые игры у нас отрабатываются очень-очень даже хорошо. И сейчас я вам это докажу на примере танков наших любимых. Вот вам, пожалуйста, высокие настройки, установлено все по максимуму, абсолютно. Выбираем, пускай вот этот танк. Поехали. Бой почти стартовал, FPS 60. Я приношу извинения сразу за две вещи. Во-первых, я не супертанкист. Вот. И поэтому, если я буду хреново играть, то не обижайтесь на меня. Это так и есть. А во-вторых, я буду закрывать FPS, потому что иногда мне нужно хоть как-то играть. Хоть плохо, но хоть как-то. И я его буду стараться комментировать. Особенно в те моменты, когда я чувствую, что идет какое-то проседание. Вот сейчас 59 FPS, но это не считается. Мне так кажется. И так говорят очень многие наши подписчики. 60 FPS. 60, 60. Ничего не меняется, но это и неудивительно. А вот сейчас может поменяться все, потому что, ох, сколько на мою душу всех приехало. И не только на мою, ребятки. Ну, АМХ, я все понимаю, но... Не пробью я тебя. 60 FPS. FPS 60. 60 FPS. Ты что, совсем тут оборзел? Т-54. Куда ты заехал? 60 FPS. Хотя, как вы видите, все весьма активно у нас происходит. Вот сейчас меня приедут добивать. И, скорее всего, у них это получится. Правда? Да, конечно же, правда. 59, 60 FPS. 60 FPS. Давайте посмотрим на разящего, на бабаху нашу чернявую. 60 FPS. 60 FPS. 60. И на самом-то деле, это уже не первая катка. Первая была еще хуже. И поэтому я решил все это дело переписать. Аппарат немножечко разогрелся перед этим. И, по идее, если бы троптлинг был лютейшим, он бы уже начал тупить. Но, тем не менее, у нас как бы FPS держится на высоком уровне. У меня, к сожалению, под рукой нету сейчас термометра. Но я могу сказать, что, ну, максимум на пару градусов теплее аппарат стал комнатной температурой. Он нифига не горячий. С этим проблем с нагревом никаких нет. По производительности и автономности мне кажется, что все. И теперь пару слов касательно мультимедийных возможностей. Начнем, естественно, с камеры. И перед тем, как рассказывать о качестве, я вам покажу вот это. Это приложение камеры. И оно нифига не стандартное. Это не то, что из коробки было. Это у нас какая-то пародия на SLR. То есть, ну, очень много настроек. Есть и авторежим, и съемка в RAW, и HDR. Притом, HDR очень крутой. Давайте, ну, вот просто так что-то снимем. Да, камера делает три фотографии. У нас открывается на минуточку редактор. Можно тонкий контраст у нас настроить. Да, можно настроить общий контраст. Можно изменить насыщенность. Ну, то есть, HDR, он в ваших руках в этом приложении. И вы можете сделать как мягкую, естественную, и более-менее картинку. Просто с вытянутыми деталями и из темных, и из светлых участков. Вы можете сделать яд, который многие люди любят. Короче говоря, в принципе, некоторые плюшки у этого приложения есть. Но чего мне в нем не понравилось, это то, что оно, ну, очень напичкано ручными настройками. И если честно, я не являюсь большим фанатом вот этих всех дел. Многие люди любят, многие люди любят ручные режимы. Но я считаю, что в первую очередь, камера на телефоне, это вещь, которую ты достал, чик, сфоткал то, что тебе надо, кинул его в карман. И потом, когда надо, там посмотрел. В таком духе. То есть, это быстрое решение. Это не решение с кучей настроек. Ну, и поэтому у данного приложения есть некоторые нюансы. Даже авторежим его все равно нужно настраивать, потому что тот же экспозамер не всегда работает так, как надо. И сейчас, в общем-то, вы видите уже на своих экранах примеры фото и видео, которые я наснимал на этот девайс. Фронталка у нас снимает все на бесконечности. Это не очень хорошо, но, если честно, качество снимков очень неплохое. Я не могу назвать их мусором. Основная камера при желании большом, при правильном подборе настроек в этом приложении и при старании снимает, в принципе, недурственно. И, как я и сказал, HDR здесь есть, и он очень тонкий. И при желании его можно отклонить как в сторону яда, так и в сторону более-менее естественной картинки. В целом, если приучиться к этому приложению, если захотеть, то фотки делать очень хорошие на этот девайс можно без проблем. Ну, а если вам не нравится, то можно установить другую кастомную прошивку. На ZUI, в общем-то, их хватает. И, в принципе, у вас не будет тогда никаких проблем. Там будет, наверняка, другое приложение камеры, возможно, стоковое. И оно работает очень даже хорошо, насколько я помню, по опыту ZOOC Z2 и ZOOC Z2 Pro. По видео я могу сказать, что оно пишется у нас в 4К, но имеются стандартные проблемы съемки на андроидах. Это артефакты какие-то, которые появляются при смене экспозиции. Могло бы быть и лучше, честно. Могло бы быть лучше. Но в целом, ролики тоже более-менее съедобные. Двигаемся к звуку. Начну со звука в наушниках. Аппарат поет очень неплохо. Мне понравилось реально все. Естественно, это не звучание LG G6. То есть, у нас нету какой-то глубокой проработки звука внутри аппарата. Но, тем не менее, при нормальных, хороших наушниках этот аппарат вас по своим музыкальным возможностям удовлетворит на все 250%. И теперь мы будем тестить звук динамика мультимедийного. Внезапно не на клипе. У меня тут есть замечательная музыка внутри, в общем-то, аппарата самого. Я не буду даже YouTube открывать. Выкручиваем громкость на максимум. Включаем трек. Ну и теперь чуть-чуть вам. Я думаю, хватит, чтобы YouTube нас не забанил. Если вкратце, то динамик маленький да удаленький. У него не супервысокая громкость, но он играет качественно, он играет хорошо. И громкости этой, в принципе, хватает для того, чтобы даже на улице, если вы стоите у шестиполосной дороги, услышать, что вам кто-то звонит. К динамику капитальных никаких претензий нет. Со своими основными задачами он точно справляется хорошо. Почти последнее, о чем мы сегодня будем говорить, это софт. Идем в настройки. Видим, что у нас шестой Android. Все настолько нехорошо. Просто потому, что звук прикрыли. По факту, потому что сначала это были якобы слухи, но теперь мы видим, что активности от производителя никакой нет. Обновление у нас не приходит. Все лежит на плечах энтузиастов с 4PDA и других форумов. По прошивке я могу сказать, что она работает относительно неплохо. У нас здесь есть настройки кнопки, которые я уже показывал. Настройки уведомлений и оповещений. Также здесь можно откалибровать вот эту вот нижнюю панель, которую я почему-то не показывал. Вот на манер яблок у нас здесь вытягивается вот такая вот штучка. Только переключатели у нас здесь дохренища. А не чуть-чуть, как в iOS. И их можно настроить. То есть добавить одни, убрать другие. Чего здесь еще есть из полезного и интересного. Во-первых, онлайн каталог обоев. Я не уверен, что он будет быстро грузиться. Потому что, я так понимаю, тянется это все с Китая. Но обои, как вы видите, весьма живописные, интересные и красивые. В принципе. И то, что они долго грузятся, это я считаю несущественно. Потому что обои реально классные. Я впервые на аппаратах вижу, во-первых, бесплатный такой широкий каталог. А во-вторых, каталог таких красивых обоин. Дальше можно поменять текст. Точнее шрифт текста. Можно применить темы. И, в общем-то, на этом у нас интересные вещи заканчиваются. Прошивка была перековырена китайцами. Я думаю, так можно это дело назвать. У нас появились сервисы Google, которых в принципе в ZUI. Google, закройся, пожалуйста. У нас нету изначальной. Не было там поддержки сервисов Google. Потому что ZUI, это прошивка, рассчитана исключительно на китайский рынок. А там сервисы Google никому особо не нужны. Появилось здесь и Play, и музыка. Стороннее приложение камеры галереи. Я так понимаю, что видео это тоже не родное. Ну, короче говоря, много чего сюда добавили стороннего. Почему нельзя было ставить родное, почему нельзя было музыкальный плеер оставить родной. Я не понимаю, но как есть. В любом случае, прошивка работает адекватно. Сервисы Google работают идеально. К ним нету никаких вообще претензий. Все подтягивается сразу. Все работает сразу. Приложение устанавливается. Ничего не глючит. В принципе, несмотря на то, что у этой прошивки есть потенциал к хреновой работе. Потому что какие-то там китайцы в подвале чего-то в ней ковыряли. Наковыряли они нормально. Переходим к подведению итогов. Аппарат у нас выглядит очень, я считаю, хорошо. Безрамочники сейчас это тренд. Это модно, престижно, молодежно, круто и вообще. Поэтому, если вам внешность этого девайса импонирует, можете, в принципе, долго не задумываться. Он сейчас сильно просел в цене. Когда ZOOC Edge только поступал в продажу, он стоил дурных денег. И именно поэтому мы его не купили. Сейчас его продают реально на уровне себестоимости. Может быть, даже ниже. Просто для того, чтобы, видимо, избавиться от этих аппаратов. У которых нет будущего в плане обновлений. Если вас это не пугает. Если вы знаете, что такое прошивка. Если вы не боитесь зайти на форум. Разобраться в всей этой механике и чего-то в телефоне. Допилить самому. То Edge можно брать вообще без вопросов. И главная фишка этого аппарата, как я считаю, это то, что при его безрамочности. И при его реально классном дизайне. Который сейчас очень даже в тренде. Он имеет, в отличие от многих других китайских безрамочников. Тот же Blue Boy S1 можно вспомнить. И хорошую камеру. И очень актуальное железо. И батарейку нормальную. И дизайн адекватный. И сборку классную. Ну я не знаю. Но в этом аппарате, кроме тухнущего на камеру дисплея, ничего плохого, как по мне, нет. Он очень хороший. То, что он продается за относительно небольшие деньги. Это только добавляет очень важную вишенку. На вершинку вот этого вот вкуснячего тортика. Я считаю, что не боясь прошиваться. В принципе, ZOOC Edge можно брать стопудово. Если вы знаете, что такое кабель, компьютер, прошивка и как это все работает, то можете брать абсолютно без вопросов. Вы этим аппаратом будете довольны на 250%. Особенно с учетом его не такой уже и кусачей цены. На этом у меня, пожалуй, все. Ссылка на данный аппарат, как и линк на кэшбэк, который будет экономить ваши деньги на покупках в интернете, ждут вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, Ferrum Live, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео с друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо всем огромное за просмотр. Пока.